Во время СССР Эстония была одной из самых благополучных советских республик. Теперь она просто страна, куда финны приезжают покупать дешевый алкоголь. На этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте ставить палец вверх. Шучу, конечно. Ее информационная технология – самое развитие не только в Европе, но и во всем мире. Государственная процедура, которая обычно делается по бумагам, здесь завершается онлайн. Мы хотим узнать у жителей Таллина их мнение о русском языке и действительно ли Эстония саморазвития страна в плане информационной технологии. Поехали! Какой у вас родной язык? Русский. И вы уже давно живете здесь? Да, всю жизнь с рождения. Эстонский язык. А, окей. И как вы выучили русский? Я жил в Лас-Наме и так учился. Эстонский. И как вы выучили русский? В школе. А потом я немного говорила, и поэтому я вообще сейчас не говорю так хорошо. Русский. Я вообще из Украины, и мы приехали сюда, мы вот с марта здесь уже, как бы, и я пока что буду изучать вот в сентябре эстонский язык начинать. Очень тяжело, конечно, но приходится. Русский. И как вам нравится здесь в Эстонии жизнь? Очень хорошо. Я здесь родилась, и поэтому как-то я привыкла, и все у нас нормально. И вы говорите по-эстонски тоже, да? Моя родная язык, эстонский язык. И как вы выучили русский? Я в школе учил, и жизнь, ну, как сказать, без русского языка, я считаю, что у нас трудновато жить, да. Грузинский. И как давно вы уже живете здесь? Уже давно. Вы говорите по-эстонски? Чуть-чуть, пополовину. У меня русский. И как давно вы уже живете здесь? Я здесь, в принципе, родилась, но жила я 18 лет в русском городе, в Кохлоярове и Давирума, поэтому там в основном общение все на русском языке. Эстонский у меня как иностранный язык. И вам нравится русский язык? Ну, язык как обычно, как другие. Это как-то я была в школе, это был мой фейворит урок, и мне очень-очень нравится. Я слышал много музыки русский, и мне нравится, как я пишу по-русски. Это красиво. И вам нравится эстонский язык? Ну, в принципе, для меня он тяжеловат, хотя у меня есть категория B2, так как я закончила школу, 12 класс, и это обязательное изучение этого языка. Но все друзья русские, для работы мне нужен пока только русский язык, поэтому эстонский у меня чисто на уровне разговорного. И то достаточно слабый, признаюсь. Русский. И вы говорите по-эстонски? Да. И какой язык вы используете больше по-эстонски или русский, или 50-50? Ну, у меня муж эстонец, поэтому дома мы говорим по-эстонски. Получается, моя русская семья, то есть моя мама с ней говорит по-русски, с детьми я говорю по-русски, а муж говорит с детьми по-эстонски. И в итоге дети у нас сразу два языка будут знать, то есть у нас такое 50 на 50 получается. Вам нравится жить в эстонии? Кто недоволен нашей жизнью в эстонии, тем я советую ехать куда-нибудь в другую страну. Пусть живет там месяца два-три и иногда скажет, где я самую лучшую жизнь. Это в эстонии. Эстония это все-таки такая европейская страна, где здесь очень комфортно жить, и переезжать я отсюда не собираюсь. Где вы быстрее можете идти к врачу в эстонии? Где трава земляная весь лето в эстонии? В южной части разных государств нет, там жара. А в севере может быть там снег. Так что и сегодня мы чувствуем, какая температура в августе месяце как раз нормальная. Ни жара, ни холодно. Приблизительно половину населения Таллина составляют русскоязычные. Но в отличие от Литвы и Латвии, языки которых принадлежат европейской языковой семье, эстонский язык принадлежит уральской языковой семье. Это значит, что эстонский язык отличается кардинально от литовского и латышского языков. Как вы думаете, русский язык полезен в Италии или английский важнее? Английский лучше, потому что русский человек говорит, что английский лучше, чем эстонский. Я понимаю русский, но так и так. И чуть-чуть могу говорить, тогда у меня легче говорить по-английски, потому что мой русский язык тоже не очень хорошо. А я думаю, если ты умеешь говорить другие языки, русский, китайский, английский, конечно, это хорошо. Для меня, если я иду в другие страны, тогда мне легче, потому что иногда английский тоже других не говорит. Я английский хорошо говорю. Возникли проблемы из-за того, что вы говорите русский, например, на улице? Нет, нет, совсем не возникли, потому что большинство эстонцы, если не понимают, то они пытаются показать на форме жестов. Оно понятно, либо же можно воспользоваться гугл-переводчик, никто не отменял. Он важен просто хотя бы потому, что очень большая часть населения, нравится это кому-то, не нравится, но так получилось, исторически сложилось, что очень большая часть населения русские. И все время в секторе обслуживания, например, если клиенты приходят, то они бывают эстонцы, бывают русские. Просто удобнее знать два языка. Просто поэтому хотя бы, да, важен. Русский язык тоже важен, да. И вам нравится русский язык? Ну, это любой язык. Ну, конечно, мне нравится эстонский язык больше. Я чувствую себя более свободным. Любой другой язык взять. Время нужно больше. Надо передумать на английском языке. Еще больше времени мне надо, чтобы выразить себя. Так что, если два-три дня подряд говорить, ну, тогда можно и русский язык, и английский язык, и чуть-чуть, и финский язык тоже говорить. И как вы думаете, русский язык, он до сих пор важен сегодня в Эстонии? Или английский может быть лучше? В принципе, 50 на 50. То есть в Эстонии очень много русских, поэтому я, например, лично с барьером не сталкивалась, что меня не понимали. Но английский знать здесь тоже нужно, потому что в основном молодежь сейчас современная, они знают больше эстонский, английский, либо финский. Но русский, да, он тоже, в принципе, в приоритете. А старые русские человеки английский вообще не понимают. Тогда легче, если, в общем, хочу что-нибудь понимать, понять, что они думают. Тогда надо русский поговорить, потому что они эстонский тоже не говорят. Ну, это часть, это все, что вы не говорите. 50% Таллина русскоговорящих. В Эдавируме одни русскоговорящие. Сюда приезжают украинцы, что украинцы говорят на английском, или говорят на... Ну, хорошо, молодые, может, говорят на английском, украинцы постарше не говорят на английском. Все все равно говорят по-русски. И история есть история, ее не поменяешь. Да, важно. Очень много русскоязычного населения. Я удивлена. Вот мы были в Тарту, ездили, то как бы столкнулись там больше с эстонским языком. Вот здесь вот, в Таллине, столице, здесь больше русскоязычного населения. Как-то вот... Ну, мне лично нравится. Здесь же, как русский, это второй язык, как я поняла. То есть, и мне в этом плане легче здесь. Эстонцы молодые, русский уже не говорят. Английский все говорят. Как я, чуть-чуть мы говорим чуть-чуть по-русски тоже, английский говорим. Эстонский, я еще финский говорю, а эти сорок или после лет, все понимают русский тоже. Ну, как я, чуть-чуть. Но сегодня молодые, конечно, все, несмотря на какого национальности, они говорят на английском. И используют... Поэтому английский язык болезнен, чем другой иностранный язык для нас. Но поскольку все-таки мы живем в Эстонии, то государственный язык эстонский, но тем людям, которые владеют русским языком, это плюс. В сфере обслуживания, например, это важно. Моего поколения. Для них, они учили когда-то русского языка больше, английского языка меньше, так что мы общаемся, наверное, больше на русском, на эстонском языке. Ну, мы можем полностью свои дела... Даже мы можем жить без русского языка тоже. Это, конечно, есть возможность. А как я говорил, что те, кто владеет в разных языках, у них просто легче. А жить-то можно, а у них просто легче жить. И они могут общаться легче. Я сейчас, когда война старт, я больше-больше говорю по-русски на улице. Как сейчас тоже. Вы даже говорите больше. Да, намного больше. Сколько дней тому был один украинский... Женщина, кто надо... Пойду, я не помню, где. И она меня спросит, у меня надо говорить по-русски. Ну, я чуть-чуть... Как сейчас. И я так буду. Хотите ли вы читать русские классики в оригинале? Тогда, конечно же, надо знать русский язык на хорошем уровне. А видео для этого, к сожалению, не хватает. Что делать? Вы можете стать членом с обществом Easy Russian. Вы таким образом будете получать всякие бонусы к всем видео. А также вы будете поддерживать наш канал, потому что без вашей помощи нам будет очень сложно. Так что все подробности здесь, в описании или вот здесь. Как эстонцы относятся к русскоязычным в Таллине или в Эстонии вообще? Это хороший вопрос. Но, опять же, на примере моей семьи я могу сказать, что у нас никогда не возникало проблем. с эстонцами. И поскольку мы с мужем сами говорим по-эстонски и работаем в эстонских фирмах, то, в принципе, не было никогда проблем. И в целом, мне кажется, что отношение эстонцев к русским оно нормальное. Неплохое точно. Ну, это мое мнение. Отношения? Да. То есть, как вы относитесь к русскоязычным? Я думаю, что нейтрально. Я думаю. Проблем нет? Проблем нету. Я думаю, что как-то был старт войны. Люди были чуть-чуть, потому что у меня русский как в магазине. И так. Так-то люди понимают, что для украинцев это тоже вообще больше легко. Как-то русский язык много в Эстонии. И я думаю, это хорошо. Нету здесь каких-то таких вопросов. Вот мы, я вот сколько схожу там с мамами и разговариваю. То есть, на площадках просто с людьми сталкиваюсь вообще ни разу не было. Не знаю. Им не имеет значения, с кем разговаривать. То есть, хорошо все воспринимают. То есть, даже чересчур, я бы сказала. Поэтому, ну, люди очень доброжелательные на самом деле. Добрые, помогают, то есть, подскажут, то есть, что как правильно сделать. Поэтому, нам здесь нравится. Ну, вообще, как бы, естественно, до войны такой большой проблемы не стояло. То есть, может быть, старшее поколение еще помнит как раз вот этот Советский Союз и все. Им, конечно, тяжелее. Может быть, как-то у них какое-то такое что-то внутри осталось. А молодежь? Я отношусь спокойно. нормально. Я не вижу, что русский язык чем-то хуже других. Ну, может быть, сейчас в этом плане какие-то проблемы есть, что в мире сейчас идет. Но что в мире сейчас есть, это в этом не виноват любой язык. Там люди. Да. И вы думаете остаться тут на только? Да. Да, у меня муж здесь как бы работает, поэтому я думаю, да, и как бы я хочу здесь найти себя, можно так сказать. Потому что, ну, можно сказать, что мы здесь начнем все с чистого листа. Русские язычные, это же разные это. Здравствуйте. Да я тоже русский язычный, скажем так, если я по-русски говорю. Это событие сначала было в Грузии в 2008 году. Потом с 2014 года уже Украина. Ну, я скажу так, что чуть-чуть изменился, не чуть-чуть, но вообще изменился. Я там много тоже людей потерял из-за в 2008 году. Вот. А к людям у меня отношения, ну, что, здесь у меня и друзья, и русские, если так, дома у меня сейчас русский. Невестка русская, как я буду с ним? Плохо, что ли? Нет, нормально. Ну, есть те, кто негативно относятся из-за того, как их воспитывали, а есть те, кто, ну, дружелюбно. Которые нормально относятся, да? Да, есть и такие, и другие. Но существуют двоякие мнения, что вроде как и не очень, но лично я с таким не сталкивалась. У меня есть знакомые, кто чисто только на эстонском разговаривает, у нас хорошие отношения, да, где-то там по пальцам общаемся, вот, но прям с явной агрессией я никогда не сталкивалась. То есть, живем мы достаточно дружно. По-разному. Я думаю, население, которое постарше, они многие русофобы, а те, кто молодые, я думаю, получше. Ну, по крайней мере, я сам в Тарту учился, там нормально относятся. Молодые хорошо относятся. Есть такое мнение, что Эстония саморазвитая страна в плане информационной технологии. Как вы думаете, это правда? Да, да, я на себе ощутила, ну, вот в плане тех же самых докторов, вот все это более, ну, как бы продвинутее. Вот у нас вот в Украине, как бы, да, это вот к этому только-только начали приходить, но не так идеально, как хотелось бы. Здесь вот мы сталкивались с докторами, вот, что касается детских садиков, все по интернету, то есть, все четко по графику, то есть, ну, это удобно. Ну, да, я думаю, что это правда. То есть, практически все можно сделать онлайн. На примере, могу привести пример, что, когда у меня родился ребенок, мы зарегистрировали ребенка, это все было онлайн, поставили очередь в детский сад, это все было онлайн, то есть, нам никуда не приходилось идти для этого. Такой пример из жизни. Ну, мне кажется, да, довольно-таки здесь все хорошо с этим. Ну, во-первых, можно к любому врачу записаться всегда в интернете, то есть, я уже давно никому не звоню, никуда не хожу, то есть, можно все время все это быстро сделать. Потом посмотреть все свои там какие-то социальные выплаты, вот, например, когда это по уходу за ребенку в отпуске было, тогда там все эти вещи можно посмотреть. Потом, когда ребенок рождается, не нужно вообще никуда ходить, никакие очереди стоять, все можно вот с телефоном буквально сделать, все имя ребенку дать, в садик на очередь поставить, не знаю, все выплаты, все как бы, послать эти заявления. то есть, ну, абсолютно, в принципе, любая сфера жизни, уже все, и государство, как говорится, это все решает эти проблемы. Так что, все очень удобно. Это может быть. Это может быть. Ну, возьмем такое, если у нас надо перевести какую-то сумму денег с одного банка на другое, перед того, как ты успеешь поставить мобильный телефон в карман, уже это деньги на счету другого человека. Да, это я знаю, но просто я ничего не соображаю этих. Я в компьютерах не дружу. А вы тогда как справляетесь? Сын помогает, жена помогает, дочка помогает. Так что проблем нет, да? Нет, проблем нет. Да, это правда. Вы сможете привести какие-нибудь примеры? Ну, у нас есть дигитальная рецептура, у нас можно делать оплату счетов онлайн, много-много услуг онлайн. у нас делается. Даже голосовать можно онлайн теперь. Онлайн имеется в виду из компа дома или все-таки надо куда-то пойти? Из компьютера дома. Серьезно? Да, через ДКарту. Ничего себе, окей. Да, потому что если нужно попасть, например, к врачу, можно просто нажать на кнопочку в компьютере и ты уже можешь созвониться с врачом, там, попереписываться с врачом, то же самое в автобусах так же, ты подходишь, никаких билетиков, всего этого не нужно, то есть, в принципе, да, я считаю, что мы в этом плане молодцы. У нас как бы все не так делалось, то есть, у нас на фоне телефона, справочки, куча всяких бумажечек, то есть, нет, у нас так... А здесь это все не надо? Нет, 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 тут даже я приехала сюда со своими детскими книжками, то есть, и они смотрели, и как бы я понимаю прекрасно, что для них это боу, типа, что это, ну, как бы там все вручную написано, здесь все вбивается на компьютерах, то есть, и все как бы так смотрят, ну, мы знаем, откуда вы, то есть, все. Парковать надо где-нибудь. Используя свой мобильный телефон, паркуешь. Не надо взять деньги, не надо искать какой-то автомат, куда и... Мне так кинули. Да. Так что такие возможности... Это не сегодня, это были уже 10 лет назад, так что я считаю, что это ваша мысль, наверное, правильная. В других странах надо иметь большой кошелек с деньгами, бумажными деньгами, а у нас хватит мобильного телефона. спасибо за просмотр, нам было очень интересно, но в то же время было очень сложно. Многие боялись отвечать, сказали, что есть большое политическое напряжение, так что мы узнали сегодня, что в Прибалтике самое большое политическое напряжение из русских, это в Эстонии. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и все ссылки сообщества из русских в описании. Пока!